Проблемы Лацио, Маурицио, Сарии. Наверное, перед тем, как перейти к этим вопросам, нужно какую-то общую картину дать. И общая картина, она, конечно, совсем неутешительная. Можно было ожидать несколько вариантов развития событий от Сарии. Первый, что... Во-первых, наверное, нужно отталкиваться от того, что в любом случае вот эта вот динамика Лацио, который Сарии наследует у Симона Инзаги, она в любом случае предвещала нам одну из главных стилистических трансформаций этого сезона. Короли контратак против Сарии, который любит доминировать в матчах, в том числе через владения. И можно было ожидать нескольких разворотов, по крайней мере, летом я ожидал чего угодно, но не того, что мы наблюдаем сейчас. Первый разворот — это то, что Сарии внедряет свою структуру, но... И мы это наблюдаем очень четко через такие показатели, как точность передачи, как процент владения. Но вот в рамках этой структуры Лацио выглядит слишком стерильным в матчах и не приживается из-за набора футболистов вот эта вот схема и в целом эта философия. Вот такой сценарий можно было ожидать. Можно было ожидать сценарий, когда все идет гладко, когда эти футболисты впитывают новое, когда эти футболисты учатся. И учитывая, насколько Сарий Сиа, особенно в серии А, зарекомендовал как именно тренер-учитель, тренер, который развивает футболистов, развивает игровые модели, можно было ожидать того, что даже несмотря на очень далекую стартовую точку в плане стиля, Лацио адаптируется к этой манере. И мы будем наблюдать качественный футбол в новом, по сути, по построению игры Лацио. А в итоге мы наблюдаем то, что Сарий даже не может сделать первый шаг и не может добиться в матчах Лацио привычного контроля. Да, очень многое, наверное, тут нужно будет объяснять составом и несоответствием некоторых позиций. И даже сам Сарий, который очень-очень часто повторял мантру про то, что трансферный рынок – это не для тренеров, что тренер должен развивать футболистов и команду через тренировки. И вроде как у него сейчас подобающая по статусу команда, в которой его должны слушать, которые его слушают. Но у него это просто-напросто сейчас не получается. Конечно, ключевая позиция, из-за которой очень-очень многое не работает, это опорный полузащитник. Тут мы наблюдали сначала Лукаса Лейву, который очень-очень хороший разрушитель, но это не опорник типа Жорджинио, который может диктовать ритм. И кажется, постепенно Сарий с этим смирился. Сначала были попытки переучить Лукаса Лейву, и некоторые интересные решения, они прослеживались, но все-таки одно дело замечать в некоторых эпизодах, а это другое дело принимать правильные, с точки зрения системы, решения в 99% случаев. И тут вряд ли это когда-нибудь станет возможным. В итоге Катальди, все чаще и чаще мы наблюдаем на этой позиции, он лучше, с точки зрения игры в пас, но дает больше разбалансировки и без того достаточно открытый по защите, где еще есть Луис Альберта и Милинкович Савича. По-моему, после одного из матчей даже Сарий сказал, что они в этой системе не очень совместимы именно в центральной зоне, и это тоже не может не настораживать. И в итоге мы, конечно, получаем ключевую зону, которая не подходит под футбол Сарий, но я все равно не думал, что все будет настолько плохо. Помимо этого, я бы еще отметил тот факт, что нет такого классического левофлангового треугольника, который в Наполе составляли, как правило, гулям, либо на поздних этапах Марио Руй в роли левого защитника, Инсини в роли левого вингера и Гамшик в роли полузащитника, который туда смещается. В Латсуо даже нет подходящей кандидатуры на роль левого защитника. Наверняка его летом придется искать, наверняка Сарий захочет, чтобы это был левоногий игрок. Вынужденно там хорошо знакомый Хюсай играет, хорошо знакомый Сарий Хюсай играет. Но в целом мне эта позиция тоже окажется проблемной. Вот примерно такой рисунок. И пока полное разочарование рисунок. Нет у Латсуо ни качественного футбола, нет ни контроля. И даже если говорить о том, что мы наблюдаем в удачных матчах Сарий, то это скорее игра на естественных качествах футболистов. Пока мы видим, что есть схема Сарий. 4-3-3, он от него не отступает. Но вместо стиля Сарий мы все чаще и чаще видим тот стиль, с которым Латсуо до него ассоциировался. Пока это очень, конечно, непростая ситуация. И вот несколько вопросов. Если что-то я еще не проговорил, может быть, они дополнят. Было как раз-таки про Латсуо. Да, мне напоминают, что на старте сезона позитивно оценивал, переоценил. Там были хорошие результаты на старте. Но мне казалось, что для первых матчей те новые элементы Сарий, которые прослеживались, они были на неплохом уровне. Развитие с тех пор либо нет, либо оно минимальное. Так что вот переоценил, не спорю. Дальше рассказывается, что прошла половина чемпионата. И картина совсем не впечатляет. Да, с этим я согласен. В общем, вроде про Латсуо я все сказал. Надеюсь, ничего не забыл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!